О завершении выпуска к новостям Края. В главном аэропорту Прикамья продолжаются работы по возведению нового терминала. Об этапах строительства в материале наших краевых коллег. Пока я представить сложно, что меньше чем через два года здесь будут сновать погрузчики с багажом пассажиров. Губернатору докладывают, сейчас в разгаре работы нулевого цикла. Заливку плиты фундамента закончат до весны. Сколько сейчас человек работает? 150. 150 в течение двух недель, это до 250 доведем. Сколько смех? Пока в одну, потому что технологические есть вопросы, как только нулевую плиту отольем, сразу же вводим вторую смену. Впереди устройство монолитного каркаса здания, монтаж металлоконструкций общего каркаса. Ну и соответственно дальше потом идут инженерная работа, отделочная. Строители на производственном совещании рассказали, работы идут быстрее, чем по графику. Власти, инвесторы, подрядчики трудятся в тесной связке. Уже в процессе проект удалось включить в федеральную программу поддержки. Инвестор под госгарантии получил более выгодные условия для кредитования. Это очень важная часть того, что не планировалось ранее, и того, что сделано с серьезной поддержкой губернатора, потому что это инициировать может только регион. Глава региона поставил четкие сроки реализации проекта и поручил синхронизировать работы по строительству аэропорта и всей сопутствующей инфраструктуры. Задача сегодня не только синхронизировать все, что связано с границей, но синхронизировать и, самое главное, своевременно реализовать объекты строительства. Я говорю и о терминале, говорю сегодня о том, что нам необходимо синхронизировать строительство дороги. В этом году начнутся работы по возведению транспортной развязки там, где сейчас осуществляется технологический съезд к аэропорту. Строительство ведется за счет краевого бюджета. Сейчас проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчика. И мы планируем также в 2017 году запустить эту развязку, чтобы весь процесс вылета из аэропорта Большой Савина не доставлял неудобств гостям Пермского края, жителям Пермского края, и чтобы все было удобно. Новый терминал будет трехэтажным с современными телетрапами к самолетам. Подрядчики должны создать инженерную инфраструктуру, обустроить территорию. Общая сумма инвестиций в проект – почти 5 миллиардов рублей. Антон Шибанов, Федор Червяков, Часпик.